Динамо Минск Первое же большинство омичей трансформировали в гол Отличился Владимир Рибыкин, для которого эта шайба стала первой в сезоне Минчане тоже достаточно быстро сумели отличиться в большинстве Автором шайбы стал Седрик Пакет Но, что интересно, Дмитрий Рибыкин берет тренерский запрос на предмет помехи вратарю Этот запрос не работает, Минчане получают еще одно большинство И со второй попытки уже второе большинство реализует команда Крейга Лоткрафта На этот раз отличается Райан Спунер Меньше минуты потребовалось Минчанам для того, чтобы все перевернуть с ног на голову в этой встрече Но во втором периоде Корбо Найт переправляет шайбу с пятака в ворота Алексея Колосова Делает счет равным 2-2 То есть получается так, что 4 шайбы и все 4 в большинстве Более того, и пятая шайба в этой встрече тоже была забита в большинстве Команды много удалялись и команды показали отличную реализацию большинства Райан Спунер оформляет дубль на 30-й минуте встречи и пробивает Василия Денченко Слушай, ну конечно у Минского Динамо спецбригада большинства просто феноменальные, очень высококлассные нападающие исполнители Но Корбо Найт отвечает своим дублям Это его второй гол в этом сезоне Владимир Ткачев Вторая результативная передача Падение Владимир Ткачев Выбрасывает шайбу на пятах Ну и в ближний угол Корбо Найт забивает третий гол в ворота Минского Динамо На третий вперед команды вышли при счете 3-3 Что интересно, Дмитрий Рябыкин поменял Темченко на Галимова Причем произошло это в тот момент, когда Горбунов, казалось, забросил легитимную шайбу Но тот гол отменили А вот эту шайбу уже не отменили Ник Меркли поражает пустые ворота И делает счет 5-3 Но и это еще не все Потому что Авангард снова меняет вратаря И снова пропускает уже пустые ворота Денис Масалев устанавливает окончательный счет в этой встрече 6-3 победа Минского Динамо Теперь отправляемся в Магнитогорск Металлург против Северстали Битва двух Столиваров состоялась в этот день на юге Урала и встреча очень неплохо началась для команды Ильи Воробьева Но точнее не началась, а второй период здорово начался для Магнитогорцев Уже на второй минуте Магнитогорцы реализовали большинство И Карпов выиграл металлург вперед Гол в 600-м матче в континентальной хоккейной лиге Максим Карпов забивает Также еще один юбиляр был в этой игре Это Михаил Кисенко, который проводил свою 500-ю игру Ну и вообще в целом начало второго периода у Магнитогорцев получилось на загляденье Вы только посмотрите, как Филипп Мае ставит клюшку под прострельную передачу Егора Яковлева И укладывает шайбу в верхний угол ворот Дмитрия Шугаева В шестой минуте второго периода счет становится 3-0 в пользу Магнитки Ошиблись игроки Северстали за своими воротами Слепая передача на пятак Шайба приходит Кошли Вот тот, недолго думая, бросает и попадает в ворот После этого Северсталь меняет вратаря Неужели металлург проснулся? Неужели у металлурга все стало получаться, как и в прошлом сезоне? Но не тут-то было Посмотрите, что творит Северсталь в третьем периоде на 44-й минуте в большинстве Данил Вовченко вколачивает шайбу в дальний верхний угол ворот Эдди Пускуали делает счет 3-1 Затем на 52-й минуте Иван Емец Свою первую шайбу в этом сезоне забивает после передачи Никиты Гуслистого Причем снова Северсталь с пустыми воротами Разин меняет вратаря, когда Северсталь играет в большинстве Емец выходит шестым в качестве Джокера и сразу же забивает Ну и концовка основного времени Последняя минута Разин снова меняет вратаря И снова этот ход работает Забывают Магнитогорд с Питуниным на дальней штанге Проходит туда передача И Александр Питунин переводит игру в овертайм Я вообще впервые такое вижу, чтобы 4 шайбы были заброшены с пустыми воротами А 4, потому что Северсталь в овертайме Играя в четвером против троих Забивает и делает дубль Александр Питунин После передачи Кирилла Килипенко забивает он победную шайбу Локомотив против нефтехимика 7 сентября Одна из самых трагических дат в истории нашего спорта Домашняя игра Ярославского локомотива Второй сезон подряд Играет локомотив в эту страшную дату И локомотив Уверенно начинает игру против нефтехимика Уже на второй минуте Иван Чехович переправляет шайбу в ворота После наброса от Рушана Рафикова На 14-й минуте встречи Егор Аверин делает счет 2-0 Отличные передачи Иванова И Аверин классно играет на чужом пятачке Как Аверин раскрылся при Игоре Никитине Честно говоря, я был удивлен 2-0 Комфортное преимущество локомотива После первого периода И от этого преимущества не осталось И следа уже в начале Второго игрового отрезка Все началось уже на 53 секунде Когда Михаил Сидоров Мощнейшим выстрелом пробивает Ивана Бочарова В первый раз А затем Егор Попов На пятой минуте второго периода После передачи Даниила Шерстопитова Забивает вторую шайбу И делает счет равным 2-2 Но все-таки в концовке второго периода Железнодорожники находят возможность Для того, чтобы отличиться в большинстве И ею пользуются Вот так отскакивает шайба От лицевого борта После проскаши Лунова И Алексей Пиан за касанием Отправляет ее В неприкрытый ближний удар Но на второй перерыв Команды отправляются При равном счете 3-3 Черепанов не удержал шайбу На синей линии Вячеслав Лещенко получил передачу От Михаила Назарова И в противоход Ивана Бочарова Уложил шайбу в дальний угол ворот Но все заканчивается в основное время В третьем периоде на 45-й минуте Свою первую шайбу В КХЛ забивает Даниил Тисанов После передачи Егора Аверина Тисанов приносит победу Ярославскому локомотиву 8 сентября в Магнитогорске Встречались Металург и Амур Матч снова очень неплохо начинался Для команды Ильи Воробьева Снова Магнитка забивает Две шайбы Уже в первом периоде Сначала отличается Николай Голдобин Классная атака Выход 2 в 1 И шикарный пас Юрова На дальнюю штангу Голдобин не промахивается Но Анатолий Никонцев Спустя примерно 2 минуты Делает счет 2-0 Классное оставление Классный пас на близнюю штангу От Дениса Зернова И Никонцев просто Расстреливает галкипера Амур После этого Янис Калныш отправился На скамейку запасных Вместо него в ворота Появился Евгений Аликин Конечно немного жалко Яниса Что никак не удается Ему поймать свою игру Но зато Михал Йордан Один из лидеров Амур После передачи Ивана Николична Вколачивает шайбу У ворота Василия Кошечкина Уже на 2 минуте 2-го периода Но главные события В этой игре Стали происходить В периоде Под номером 3 На первой же минуте Третьего отрезка Отличается Данила Юров И казалось Что эта шайба Психологически прибьет Амур Но нет Хабаровчане Напротив В следующей смене Отвечают своим голом И кто это делает Ярослав Лихачев Вторая шайба За Хабаровский клуб И какой красивый Она получилась Классный бросок с кистей В дальнюю девятку Ворота Василия Кошечкина Да Это второй гол Ярослава Лихачева В этом сезоне Джош Карри Свой первый гол После передачи Брандтона Лайпска Забил на 52-й минуте И вернул Магнитке преимущество В две шайбы Ну а дальше Смотрите сами Ловкость рук И никакого мошенничества Вячеслав Грецкий 4-3 На 54-й минуте После передачи Глеба Корягина Грецкий Чуть корректирует Валет шайбы И Кошечкин С этим рикошетом Справиться не может На последней минуте встречи Вадим Япончинцев Рискует Меняет голки Перонат Шестого полевого И это приносит Свои плоды Поборовчане Сравнивают счет Иван Николишин Восстанавливает Паритет И расстреливает Кошечкина Броском с дальнего пятака Овертайм Заканчивается Очень быстро И овертайм Заканчивается В пользу Хабаровского Амура Игорь Руденков Находит передачи Ивана Николишина Который и забивает Победную шайбу В этой игре 5-4 Одна из самых Удивительных Команд Начала сезона Это Витязь Который Сменил Подольск На Балашиху И играет Ну прям таки Уверенно Однако Против Ярославского Локомотива Для Витязя Все начиналось Не очень хорошо Уже на второй минуте Максим Шалунов После передачи Каюма Убегает К воротам Шикина И переигрывает Вратаря Витязя Делает счет 1-0 Интересно Получается Что после переезда Из Подольска В Балашиху Ни русские Витязи Ни Витязь Не проиграли Пока ни одного Домашнего матча И эта встреча Не исключение Александр Еремчук Сумел реализовать Первое же большинство Витязя На седьмой минуте У Локомотива Кстати На эту игру Андрей Сергеев Максим Шалунов Подошли С серией Из трех матчей С набранными очками Ну и как раз Вот счет становится 2-1 Усилиями Ивана Чиховича После передачи Дениса Алексеева Однако Витязь все равно Находит в себе силу И уже на 25-й минуте Счет становится равным 2-2 Джереми Рой После передачи Кирилла Рассказова Забивает в ворота Даниила Исаева На 35-й минуте Встречи Ярославцы Снова выходят вперед 19 бросков Створ Во втором периоде Нанесла команда Игоря Никитина Но что интересно Этот второй период Локомотив Не выиграл Продолжаем Следить за ходом Этой встречи И в третьем игровом отрезке Витязем снова удается Отыграться Снова гол В большинстве Классные передачи Смолина Бросок в касании В исполнении Старкова И снова Ничья 3-3 С характером У Витязя Все в порядке Три раза удалось Отыграться По ходу матча У Ярославского Локомотива А в овертайме Забрать победу Владислав Кара Третий гол В этом сезоне После передачи Алексея Волгина Забивает И четвертая победа Подряд Со старта Витязя Вот это да Не побоялся Поменять воротаря А этот ход сработал Теперь отправляемся В Нижнекамск В гости к Нефтехимику Пожаловала Минская Динамо Которая Очень неплохо Выглядит На старте сезона И на 13-й минуте Минчане Выходит вперед Седрик Пакет Забивает Бросков Спитака В ассистентах Джозеф Душа У Нефтехимика Перед началом этой игры Было 3 поражения подряд Вячеслав Лещенко За 5 минут До конца первого периода Пользуется Ошибкой Алексея Емелина Выскакивает шайба на пятак И уже Лещенко С близкого расстояния Пробивает Вардаря Минской команды Продлевая Свою результативную серию До 4-х игр Второй игровой отрезок Стал определяющим В этом матче Минчане Выстрелили дуплетом Сначала На второй минуте Отличается Защитник Сергей Сапегов Поддержавший атаку И завершивший ее На чужом пятаке Был там небольшой рикошет Который дезориентировал Галхипера Нефтехимика Ну и еще одна шайба Райан Спунова Для которого Этот гол становится Уже пятым Пластные передачи Козуна Уже на пустые ворота 3-1 Весьма комфортное преимущество Которое было К кончанию второго периода В третьем периоде Минскому Динамо Удалось его Лишь развить Брэндон Козун В большинстве 4-1 Но здесь Поошибается На своем пятаке Петрищев И Козун Просто поколачивает шайбу Под перекладь на ворот Александра Судницы Ну и это еще не все Еще одна шайба Была забита Уже в пустые ворота Попытался Олег Леонтьев Спасти этот матч Поменял Галхипера Но Виталий Пинчук Соперника за это Наказал точный бросок От красной линии И 5-1 Победа Минска У Динамо В заключительный матч Нашего обзора В гости К автомобилисту Приехал Авангард Это четвертая игра Подряд на выезде Из 12 запланированных И давайте с вами Смотреть Авангард Начал эту игру Ужасно С точки зрения Дисциплины Два удаления подряд И второе большинство Автомобилист Смог реализовать Сергей Широков Касание Замыкает передачу Стефана Дакоста И пробивает Станислава Галимова 1-0 Отличная передача Дакоста И классный резкий бросок Касания Усполнениями Широкова На девятой минуте Олег Леонтьев Устремляется в атаку И буквально Насквозь Прошивает Галимова Очень резкий кистевой Сильнейший бросок В ближнюю девятку И рикошетом От плеча Галимова Шайба влетает В створ Хороший выход Из-под давления Автомобилист Продемонстрировал 2-0 Все неплохо Но на 12-й минуте Большинство получает Авангард Ну а Владимир Ткачев За счет индивидуальных действий Сделает все сам Если не получается Разыгрывать Нужно забивать И такие шайбы Вытянул на себя Владимира Галкина Ушел из-под опеки Дениса Баранцева И завез шайбу Уже находясь За лицевой линией 2-1 В концовке второго периода Автомобилист Забивает важнейшую шайбу Для себя Сергей Широков Оформляет дубль Классный пас Уже на пустые ворота Широков остается Только не промахнуться Ну и как тут Чистяков оставил У себя за спиной Бывшего партнера По команде Непонятно Это была очень долгая Позиционная атака Автомобилиста И на самом деле Авангард Уже просто-напросто Поднаелся На 46-й минуте Владимиру Брюквину Удается вернуть Интригу В этот матч После передачи Сергея Толчинского Брюквин забивает В дальний верхний угол ворот Владимира Галкина Но За 7 минут До конца Третьего периода Автомобилист Реализует Еще одно Большинство Анатолий Голошев Не врезается В Станислава Галимова Шайба Рикошетом От блина Вратаря Авангарда Перескакивает ему Через щиток И закатывается В ворота 4-2 Победа Автомобилиста В этой игре Четвертое поражение Подряд Авангарда Кирилл Корнилов И Артем Башко Для вас работали На этой программе Редактор субтитров А.Семкин